После принятия законопроекта в первом чтении в комитет поступило 20 поправок. 8 депутатов предлагают снять 11,5 миллионов рублей со сметы Думы за счет экономии, которая получается у нас в связи с принятием на прошлой Думе законов, помните, да? И направить их на увеличение резервного фонда для оказания помощи беженцам Украины. В свод неподдержанных поправок вошли поправка Михаила Александровича Таранцова. Он предлагал снять 50 миллионов со строки общегосударственные вопросы, 50 миллионов с других вопросов в области СМИ. Она не согласована губернатором и отклонена двумя комитетами. Также предлагал снять 25 миллионов с проведения избирательной кампании по выборам губернатора. Также не поддержана поправка и ассоциация Совет муниципальных образований, которые предлагали исключить из перечня строек, внести туда изменения и 100 миллионов рублей направить на строительство больницы Алексеевская. Она отклонена комитетами и не согласована губернатором. В ходе первого чтения поднимали целый ряд острейших вопросов. И они, в общем-то, для правительства, для Минфина, они не секрет. Мы об этом открыто говорили. Главный вопрос – кредиторская задолженность, мы понимаем. И мы в первом чтении просили Минфин поработать для того, чтобы все-таки найти еще какие-то дополнительные возможности. И понятно, что кредиторка 6,5 миллиардов рублей, она сегодня не закрывается. Но хотя бы к тем 800 миллионов, которые нашли по первому чтению, ну хоть что-то еще добавить для того, чтобы этот вопрос, ну хоть чуть-чуть остроту снять. Однако этого не произошло. Один из самых острых вопросов – все, что касается дорог. 3,5 миллиарда по 2013 году так и не дошли из дорожного фонда до дорог. Огромная кредиторка. И сегодня всего-навсего 130 миллионов там что-то по первому чтению прошло. И никаких подвижек реальных по этому вопросу не происходит. 2014 год – год культуры. Культуры провозгласили, обозначили, как заявляли работники культуры о том, что нет достаточного внимания к этим вопросам. Так и сегодня в заключении КСП записано, что даже по ключевому вопросу доведения заработной платы до уровня соответствующего, установленного указами президента майскими 2012 года, мы даже и близко там не подходим. По культуре. Обратите внимание на заключение контрольной счетной палаты, которая проверила этого главного распорядителя бюджетных средств. И те схемы освоения культурных денег, которые изложены в заключении контрольной счетной палаты, в целом показывают, что только не надо сокращать средства, нужно их просто оптимально расходовать. И есть резерв для повышения заработной платы работникам культуры. Мы с вами понимаем, особенно после тех терактов, которые произошли, что вопрос безопасности, наверное, это главный вопрос. Однако мы точно так же видим, что даже те средства, которые пришли из федерального бюджета на устройство систем безопасности нашего скоростного трамваева в городе Волгограде, они не использованы в полной мере, они не подкреплены соответствующими организационными и финансовыми шагами. И примерно половина суммы, которая из федерального бюджета поступала, она ушла назад в федеральный бюджет, и мы ее назад не получим, потому что соответствующего софинансирования в этом документе нет. А это ключевой вопрос, вопрос безопасности наших людей. На взгляд депутатов областной думы структура, которая отвечает за организацию безопасности, освоение этих средств, а это муниципальная структура, сработала на двойку. Нам все время говорят, что это не последние правки бюджета, но хотелось бы, чтобы хотя бы эти ключевые позиции, стратегические, чтобы они хоть как-то двигались.